Основная задача монаха, да, это и молитва, и исполнение заповедей, молитва, она помогает человеку увидеть себя глубже, увидеть свои грехи, но если он человек не будет, и монах не будет искоренять эти грехи и страсти, если не будет искоренять себе эгоизм, злобу какую-то, гордость, в первую очередь, гнев, то молитва бесполезна, и Господь ее не примет. Поэтому у монаха два основных делания – это с помощью послушания, которое ему дается, это очистить грубые страсти, гордость, а с помощью молитвы уже искоренять себе внутреннее. И так годами и годами человек незаметно очищается. Перед другими он, это казалось бы, простой монах, ничего из себя не представляющий, а внутри он, на самом-то деле, перед Богом он велик, может быть. И его молитва может творить многое. ПЕСНЯ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Первое мое послушание было панамарем, я три года был панамарем. Панамарь это который в алтаре прислуживает, помогает священникам, на котором вся служба отвечает за службу, за порядок в алтаре, храм. Ну все, кадилы разжигают, облачения нужные принести. Вот это обязанности панамаря. Что самое важное, в иконной доске, в отличие от простого щита столярного, здесь направления годовых колец своими концами идут на лицо доски. Потому что волокна дерева стремятся распрямиться, в любом случае дерево будет выгибать. И тогда если появятся трещины между досками, они появятся сзади, не спереди, а сзади. Долговечность доски в основном зависит от наиболее тщательно сделанной при вковке доски. Первые три года мои были по Панамарь, потом я был на скиту всех святых два с половиной года, год я был на Святой горе, на Афоне. По возвращении я был почти что два года благоченен, и потом уже стал делать доски, для которых он научился. Здесь просто оказался один из учеников от Сазенона, который делал для него доски. Он меня научил, и мы какое-то время здесь жили все вместе на Владимирском скиту. А потом уже, когда он уехал, я остался самостоятельным работником. Когда доски хорошо префугованы, они даже имеют характерный звук, они даже так хрустят. Вот это даст, конечно же, хороший результат, если хорошо склеить. По старинке это приклеивается доски на клей метру, который изготовляется из вываренных телячьих кож. И варится это на водяной бане. Обязательно на водяной бане. Если это поставить в чистом виде на плитку, то клей испорчен. Еще главное, чтобы в помещении, где клеят доски на натуральный клей, мездру или рыбий клей, было тепло. Чтобы клей не схватывался быстро. Чтобы можно было с ним работать. Мне нравится своей природой Валаам. Вот, своим уединением, строгостью. Ну и том, что здесь, конечно, не так жарко. Жару я тяжело очень принав. Природные условия в Валаамске для кого-то они тяжелы здесь и не может выдержать долго. Уезжает в более подходящий ему климат. Вот так кому-то здесь очень нравится. Несмотря на то, что этот край такой суровый и... Лето короткое, а потом уже, начиная с осени и до апреля, достаточно унылое время. Но потому что эти условия, они благоприятствуют молитве. Уединение, удаленность от мира. И в том, что еще попасть сюда не так легко. Вот это все для монаха очень благоприятно. Мария, Деву чистая, Пресвятая, Богородице, Радуйся, Невеста, Неневестная, Церковная история Валаама Начинается с преподобных Сергий и Германа. По одному преданию это был конец X века, начало XI, по другому это был XIV век. Вот когда сюда пришли монахи, и началась какая-то монашеская церковная жизнь. Первый раз я узнал о Валааме из журнала. Вот я искал тогда себе монастырь, и промыслом Божьим мне эта статья попалась. Я прочитал, и узнав о том, что вы себя представляете в Валаам, вот сердце мое загорелось, и все мои отчаяния, они оправдались. Вот даже в большей мере. И живи с детства, и вся исполненная, сокровище благих и жизни подателю, прийти и вселесивны, и очистины от всяких скверных, и спаси и блажь и души наши. Отче наш, и живи си на небесе, да святится имя Твое, да прийдет царствие Твое, да будет воля Твоя, яку на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днись, и остави нам долги наши, яку же и мы оставляем душеньков наши. И не веди нас в искушение, но избави нас от рукава. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресну, и во веки вековыми. Следующий шаг, после того, как мы склеили доску, доски между собой, вот она выглядит так грубо. То, с чего начинается уже изготовление самой доски. Мы будем делать ее сейчас в размер. Тут размер заданный, размер заранее. Наибольшее наступает. Наибольшее наступает. Следующий этап, это врезание шпонок. Шпонки, это две планки из жесткого дерева. В данном России, в России, в основном использовался дуб. Поскольку это дерево жесткое, твердое. Которое препятствует выгибанию доски в дальнейшем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Шпонки не отпиливаются до завершения уже работы, даже до написания, потому что в процессе сушки доски доска может просохнуть. Шпонки начали свободно ходить, поэтому их подбивают периодически. Следующий этап, после того, как мы врезали шпонки, это выборка ковчега. То есть углубление на лицевой стороне. Это у нас будет глубина ковчега. Мы отмеряем здесь уже. Служило и как рамкой, я думаю, в том числе это было как защитой самого изображения, потому что если икону куда-то перевозили, если было бы плоским, то изображение очень легко могло бы пострадать. 12 часов 45 минут. После того, как мы выбрали по периметру глубину ковчега, с помощью фрезы 45 градусов мы выбираем уже лузгу. Это наклон на поле между полем и ковчегом. ковчегом. Пасха, это праздников, праздник, торжества, торжеств. Ну, если так богословски, так усложненно, то это победа над смертью спасителя, то, что он разорил ад, сам восстал. Воскресенье это восстание. Перевод с критического анастасис. Теперна вода, море, сию загород, всю землю не унижает. Да радуется тварь, да веселятся все земнородние, враг Бог принесят, с мира жены досветают, а дама саевую избавляют сиротно и в день и день воскресну. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Христос воскресенье и смертный смертью и смерть убрал Иисус и младенец. Пасха она совершилась раз и навсегда тогда, и поэтому в Пасхе можно жить всегда. Для христианина это ожидание радости. Он часто даже, может быть, богословский не понимает, та маленькая радость, которую он испытывает на праздник Пасхи, это образ той бесконечной радости, которая будет в будущем. Ну и наоборот, на Пасху может посетить очень большая скорбь, и не всегда человек радуется. Воскресенье день просветим все любви, Пасха, Господь, я Пасха, от смерти Бог жизни, и от земли небеси Христос Бог нас прийти, Христос воскресенье, Христос воскресенье, Христос Бог нас прийти, конечно же Пасха на них не только ключами и разрешением поста, это приносит счастье не этим. Человек, который изучает свою веру, во что он верит, православие, он понимает, что это как ожидание будущего. Ну и, впрочем, как и вся жизнь христианина, это ожидание будущей жизни, не этой, не в этой жизни он живет, будущая жизнь. бывшим меня кудук видящих и лече им что смущение есть те, в почту помышления входят сердца ваши, Господу помолимся сердцем все. Христос воскресенье, Боисим воскресенье, смерть на земле на земле и на земле и на земле и на земле воскресенье, христос 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 воскресенье, ПЕСНЯ Вот и Пасха вдруг со всеми устроен богослужения, светом, свечами, радостными песнопениями, все изменяет. Это образ того, когда человек, когда он кается в покаяние, через покаяние, освободится от этих ус в жизни и перейдет к вечности, к вечной радости, к вечной Пасхе. ПЕСНЯ Вторая половина в изготовлении доски это левкашенье. Подготовка под левкашенье это две проклейки и наклейка по волоке. Клеем мы делаем половину мездры, половину желатина. После того, как мы два раза проклеили доску 5% и 7,5% клеем, мы готовим ее для того, чтобы на нее наклеить павлоку. Вот такая льняная ткань, которая выполняет роль связующего для левкаса будущего. И как арматура можно сказать. Клей для павлоки готовим уже крепкий, 15%. Чтобы она вся погрузилась. Полчаса прошло у нас. Можем чуть-чуть клея остыла, поэтому можно чуть-чуть подогреть. Когда ли он куплен в магазине или на фабрике, он кипятится полчаса, час, на слабом огне. Можно прокипятить где-то полчаса, а потом в стиральной машинке на максимальной температуре. Для того, чтобы он сел. Сел, отыгрался. Чтобы этого ни в коем случае не произошло на доске. Летом это два пути. Туристы приезжают на больших кораблях в Никновскую бухту. После Сенскому скиту это от нас мало зависит. А второй путь это местным монастырским флотом через Приозерск или через Сердобаль. Это бывшее название Сартовал. Приезжают, узнают, как добраться и все. На кораблях. Устин Zuko Катеринск Реклама Субтитры подогнал «Симон» Они с ними не соприкасаются, они приехали, их экскурсоводы провели в храм, увели и все. Ну, летом там немножко потерпеть, 4 месяца, а потом опять уединение. Раньше, до развала монастыря, здесь было около 15, что ли, скитов. Сейчас, конечно, поменьше, не все скиты восстановлены. Монахов на острове около 70. Самые основные мастерские есть, где трудятся братья или просто паломники, помощники за деньги, гараж. Что касается такого необходимого, конечно, неотложного, то это нам приходится самим. Хлеб мы сами печем, конечно же, не покупаем. Во-первых, потому что мы оторваны от мира. И, во-вторых, это потому что хлеба очень много надо. Ферма тоже, конечно же, помогает. И братьям молоко достается, и рабочим. Ну, рыбу лают братья тоже иногда. Возрождается обитель. Значит, можем пока как-то жить, функционировать, жизнь действовать. После того, как мы приклеили паломку в доске, мы начинаем готовить клей для левказ. Левказ делается на 10% клей с добавлением олифы и мыла, как эмульгатора. Мы выполняем роль эмульгатора, который способствует олифе раствориться в клею, чтобы потом олифа не становилась пленкой, не выделялась поверх левказа. Потом, по нашей технологии, мы от общего количества клея отольем примерно 10-ю часть. Это я объясню потом, зачем делаем. И в оставшуюся часть клея мы добавим мел. Примерно один к одному. После того, как мы процедим левказ, мы его разделим на две половины. И в одну половину мы добавим тот клей, который мы отлили. Для того, чтобы сделать левказ более крепким. Это мы будем использовать на первых слоях. Первые слои должны быть крепче. И с каждым слоем мы будем добавлять более крепкий левказ, более слабый, чтобы ослаблять. Каждый слой будем ослаблять, для того, чтобы левказ лучше сцеплялся, лучше склеился. И для того, чтобы он был более эластичным. Если с помощью кисти мы сначала просто набирали слои, чтобы закрыть по облаку, и теперь мы выравниваем. Вот недавно я был в Петербурге, и как раз собирал материалы про Тихинской. Вот это вот фотографии подлинные иконы. Это из подлинных образцов. И, кстати, заходил к знакомому реставратору в мастерскую. Как раз у них там три целых иконы Тихинских, именно в натуральный размер. То есть три списка старинных 19 века сейчас реставрируют. И вот я фотографии надел, но просто надо будет поехать распечатать. По преданию Тихинская икона исчезла в конце 14 века в Константинополе перед захватом его турками. Она находилась во Влахернском храме. И вот ее увидели над Лаверским озером, впервые рыбаки, носившиеся над водами. Ну и эта икона, она почиталась еще с первых веков христианства во всем христианском мире. По преданию она одно время была и в Иерусалиме, потом в Риме, потом уже в Константинополе появилась, на Руси. И она такая крепкая заступница и помощница. От этой иконы было множество чудес, появление своего, как говорится, чудесного, и начали происходить с ней чудеса. Исцеление и заступничество как раз в войне со шведами, она большую роль сыграла в истории нашей. Цари русские, они никакого дела, никаких походов не начинали, чтобы не помолиться сначала перед иконой Божьей Матери. А потом она опять же исчезла, ее какие-то благочестивые христиане спрятали. Где-то была она за границей, сначала вроде в Латвии где-то. Когда стали возрождаться монастыри и церкви в 90-е годы, владельцы этой иконы решили вернуть ее на законное место, в Тихвинский монастырь, который начал возрождаться. Ну, они поставили условия только, чтобы смотрели реставраторы, достойные условия хранения, там температурный режим. Ну, такой специальный теод, чтобы была охрана соответствующая, потому что это великое святение, конечно, для Рауси, бесценная такая икона. Известные чудотворные иконы просто они явились в таких местах, где это было необходимо для многих, для народа верующего. Слава от всех Сына, Святого Духа, иные неприясной и векельку помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и бухгаланских Отец наших и всех святых, помилуй нас и благослови. Аминь. Аминь. То, что, когда я делаю, это и думаю то, и то, и послушание, потому что все-таки туда меня назначили, вот, ну и потому что нравится, так совпало, пока мне интересно это делать. Отчасти мое занятие совпадает с тем, что занимался спасителем, он же был стойлером, до 30 лет, пока он не вышел на проповедь, он смиренно занимался деревом, помогал своей матери, он зарабатывал так на жизнь. Ну, лучше для того, чтобы рисунок перевести на доску, надо облободили фигровадную бумагу, такой вот, предметом, совсем не старается. Ну, Тихвинская, она, в принципе, хорошо сохранилась, ну, некоторые места там темные, непонятные есть, тем более, мы на сам оригинал-то не можем смотреть, постоянно, вон там, в Тихвине, там, под стеклом, могут показать один разочек. Во всех мастерских, иконописных, но и у нас в том числе, используются традиционные технологии, многовековые, натуральные пигменты, которые в древности использовались, толкутся в ступке, потом растираются на плите, на стекле. Яичный желток, ну, разбавленный водой, ну, водой слишком быстро портится, краска, если просто водой разбавлять, поэтому разбавляют вином или 5% уксусом винным, виноградным. Все-таки, там, неделю-две, тем более, если в холодильнике держать, то краска не портится. Ну, как время показало, это самая прочная живопись. Яичная темпера, она веками стоит, и многие, вот, ну, как и Тихвинская икона с первого века нашей эры сохранилась, так и многие иконы, и здесь, есть и восьмого, и десятого века, особенно в Греции, в очень хорошей сохранности иконы. На Руси-то немножко влажней климат, здесь леднее сохранить, но все равно иконы сохранились. Когда перестает шуршать под этим курантом, значит, уже, наверное... «Греции» «Однадцать вред» «Греба» «Уграция» Ну то, что перевели, надо закрепить красочкой, чтобы не стёрся, пока золотим. Вообще, монашество, оно призванное молиться за свой род, за страну, не вообще, за всех людей в мире, чтобы Господь их вразумил, помиловал. Ну это вообще-то дело и любого христианина, но у монахов просто больше возможностей для молитвы, специальное время для этого отведено. В миру людям, даже верующим, некогда молиться, а часто даже жалуются, что некогда даже отчинаш-то за день не просветать или обратиться к Богу. Институт монашства для этого и создан, чтобы большую часть времени посвящать обращению к Богу. Ну это вообще-то самое главное. Чистота, очищение души – это дело всей жизни, многих слёз, долгий подвиг и труд. И нам своими силами никогда бы не стяжать её, если бы не помогал нам свою всесильную благодатью Святаго Духа, милостивый Бог. Для верующего икона это помощь в молитве к Богу и к святым. Потому что любой человек хочет примерно хотя бы представлять перед собой образ, кому он молится. Это же были когда-то живые люди. И очень интересно, как они выглядели, тем более, если предание дошло до нас. Есть и письменное описание, как выглядела Божья Матерь, как Иисус Христос, современники описывали. Большинство святых, в общем, известно примерно, как они выглядели. Ну и, конечно, это священный предмет, через который даже происходит, можно сказать, обратная связь от Бога к людям. Он помогает многим, и происходят чудеса исцеления и выразумления и предупреждения какие-то. Иисус Христос, современники описывали. Заготовка под золото, по полименту, чтобы все трещинки, какие-то царапинки в левкасии все заполнились, потом все это шлифуется опять. Ну, пока более-менее ровненько не будет. Сейчас вот после первого раза надо будет шлифануть, а потом уже посмотрим. Надо намазать это все специальным лаком, морданом. Его свойство такое, что он долго сохнет. И тонкий слой на него можно золото будет лепить. Ну, в данном случае нам сильно блестящая поверхность не нужна. Можно, конечно, более блестящую сделать, но она будет потом золото как зеркало отражать. Это все-таки мешает восприятию. Это сейчас современные иконы так иногда делают, а нам нужно такую немножко полуматовую поверхность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как правило, фоны золотые начали делать. Золото, ну, вообще, вот фон, это древние названия, раньше называли не фон, а свет. То есть образы на фоне света. Света такого неветернего, как поется у нас на пениях богослужебных, уже света вечного царства. А там все в царстве небесном окутаны таким духом святым. Ну, какой-то образ святого духа. Свет такой, божественной любви. Тоже самый желтый цвет имеет. Просто, когда у меня было денег на золотые фоны, писали такие светло-желтые, охристые. Бывает, на зеленом фоне иногда пишут иконы. Ну, зеленый тоже символически обозначает цвет жизни весеный. Светло-зелененький иногда фоны делали вместо золотого. Ну, если есть золото, всегда, конечно, как правило, вот в Византии делали золотые фоны. Светло-зелененький иногда фонарь. Светло-зелененький иногда фонарь. Светло-зелененький иногда фонарь. Светло-зелененький иногда фонарь. Слава Богу! 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 Божья Матерь носила такой синеватый хитон, темно-синий, как она везде в основном изображается. По идее, все иконы считаются чудотворными. Таких чудесных икон около 600. Только некоторые в Византии пришли, а остальное в основном здесь уже в России написано. Божья Матерь, конечно, одна, но ее в разных местностях писали немножко по-разному. Где были какие-то чудеса от икон Божьей Матери, так и называли. Например, во Владимире, потому что чудеса Ева. В Тиховской в Тиховине видели дни и чудеса. Ну и прочее. В Иерусалимской в Иерусалиме. Ну и прочее. В основном по названию местности. По сложности написания это сложная довольно икона. Потому что техника-то от фаюмского портрета. Она такая многослойная и не меньше пяти слоев. А то и больше, и восемь иногда бывает. Одно время было такое неправильное мнение об иконе, что это примитив, что люди рисовать не умели, довольно условно раскрашивали. Судя по лучшему образцу древней иконописи, очень была высокая техника и живописи. Это язык такой иконы. Он тоже выработался со временем. Он должен был быть такой, в общем, символичный. Не должно было быть чисто такого натуралистического при передаче натуры, как обыкновенная живопись. А тут, в общем-то, больше символизм. Все лишние детальки, мелочи тут убираются. А оставляется только самое характерное. То, что выражают человеческие лики. Руки, жесты какие-то. Одежды, складки тоже самые основные. И правильно, как бы, ну, в таком ритме красивом. Ну, обычно Богоматерь с младенцем, независимо от того, на правой руке Богоматерь младенец или на левой, одной рукой она показывает на Бога младенца. То есть вот это наш Бог, спаситель мира. Бог во всех ипостасях и во всех возрастах он все равно Бог. Два пальца обозначают такой древний вид благословения. Три загнутых пальца как раз обозначают Троицу. Бог Дух, значит, Отец и Бог Сын. Во второй руке обычно младенец держит свиток. Обозначает Евангелие, то есть благовестие. Глава, на руку божественной Судьбы, Возле нас здесь, под Витер, Наря, По Витер выше имя, По Витер чили elev, По Витер чумную святкую, Сели старыми вдомами в ручей. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Ну, подготовка для Ассиста. Мелом теперь прибудрить. Ну, чтобы видно было, где линию проводить. И обезжиривать поверхность, чтобы золото не наливало. Мелом или толченым стеклом. Мелом или толченым стеклом. Мелом или толченым стеклом. Я думаю, лучше никаких мыслей в голову не лезть. Потому что мысли разные. Всегда в голову лезут всем людям. Тут лучше, конечно, так. На молитве стараться сосредотачиваться. Иисусу молитву повторять в уме. ПЕСНЯ 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 ЛИРИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ ЛИРИЧЕСКАЯ ЛИРИЧЕСКАЯ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Осталось чистой, непоросной белой. ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну вообще любой образ должен быть подписан. Если это икона, должна быть обязательно надпись, кто изображен. Или это Господь, Иисус Христос, или Божья Матерь, или святой какой-то. Без надписи, в общем, это считается не образ святого, или неизвестного святого. Ну, во-первых, нимпа должен обязательно быть, да, на образе. И надпись. Божья Матерь обычно подписывают сокращенно. Вот эти титлы над буквами как раз означают сокращение. По-гречески значит «Матерь Божья». Ну, Иисус Христос тоже так кратко уже принято давно подписывать. Ну, это на русский язык переводится как «Сущий». Ну, очень важный момент насчет написания иконы любым художникам. Конечно, он может написать, но надо обязательно, чтобы этот образ утвердила церковь. Потому что можно такое изобразить, что, в общем, будет как-то оскорблять религиозные чувства. Или слишком вольно, или слишком грубо. То есть это должно все-таки в каких-то рамках быть традиционных. И образ обязательно должна утвердить церковь в лице лучше всего епископа. Потому что не каждый священник даже компетентен, разбирается в иконописи, в тонкостях. Ну, и это древняя традиция. По идее, раньше всегда иконописцы приносили в древние времена, иконописцы приносили иконы к епископу. И он уже тогда или сам подписывал, или благословлял уже делать надпись. То есть освещается, в общем, икона надписью. Ну, мы раздалили. Сейчас стали посохнуть, потом мы собаком покрыли. Ладно, еще хотя бы сутки. Вот почему он свистил. Ну, нет, вообще, я не знаю, в чем он как датирует. Так, по преданию, это вот в книге написано, что это Евенгелеста Лукой написано. Она сначала была в Иерусалиме. В 17 веке придумали особый тин освещения иконы. Ну, это то же самое, в общем. Освещение — это как бы признание Церкви образа достойного, чтобы на него люди молились. Ну, такую икону написать, ну, вот, я примерно месяц работал, чуть больше. Это не считая изготовления доски. Если так с утра до вечера поработать, можно и заполнить, ну, в смысле, за три недели, допустим, успеть такую икону написать. Ну, лучше так, не спешить, все-таки требуют краски, слои просыхания определенного надо выдерживать технологию. Специально не ездим, конечно, смотреть на свои работы, а так, при случае, конечно. В основном, наша работа в монастыре здесь, ну, и так есть в некоторых храмах в Писерлоге. Ну, не то, что не узнаем, а бывает, что она сильно как-то меняется, и даже удивляешься, бывает, что неужели я написал это. Чтобы стать хорошим монахом, это, я думаю, нужно точное исполнение сначала элементарных правил, которые обязан выполнять послушник и монах потом. И, конечно же, заповеди Господних, которые даны в Евангелии. У нас у всех христиан целедная, нет разницы, монахта или мирской. Должен быть настоящим христианином, евангельским человеком. Так все просто. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok